Всем привет! С вами, как всегда, Ярослав. Добро пожаловать на мой канал. Снова книжный обзор. На этот раз речь пойдет о книге Станислава Лема. Сразу о двух рассказах. Это расследование и насморк. Небольшая предыстория. Это вообще незапланированная книга была, незапланированное чтение. Я сидел на одном канале, на стриме. Называется канал Лёха Корп. Такое простенькое название. Мне нравится, как паренек ведет свои стримы. Все это простенько, спокойно, интересно. И он как-то неожиданно для игрового стрима решил поделиться своим читательским опытом. Рассказал, что решил приобщиться к классике в части фантастики или любой другой литературы, другого жанра. Я взялся за Станислава Лема и рассказал об этих двух историях очень кратенько. Не как я растянута, как говорят, с водичкой. А в принципе коротко и меня заинтересовала эта тема. Еще так совпало, что на интернет-площадке одной торговой была акция очень хорошая. Книга досталась мне крайне дешево. Почему бы не купить? Ну а вот сейчас, после того, как засниму видео, попробую сходить в библиотеку. Как раз есть повод. И спрошу заодно, может быть они принимают книги. По крайней мере вот такие. Я думаю, Лем не будет лишним. Даже если у них есть какая-нибудь уже потрепанная, убитая книга, то будет, по-моему, неплохой заменой. Я просто был в нашей новой библиотеке. Там некоторые книги, конечно, уже требуют обновления. Потому что вообще мне тяжело представить, как можно ухайдекать книгу. Даже если ее брало 100 человек, ну, такое ощущение, что все 100 ее пинали, мочили, сушили, потом опять зачем-то мочили и так далее. Итак, прочитал. Как говорится, сдаю отчет. Первая история называется «Расследование». Написана она в 1958-м. И, насколько я понял, события происходят, в общем-то, в то же время. Место действия здесь Англия, Лондон. И завязочка очень простая. В какой-то момент в Лондоне стали оживать покойники. И сразу скажу, речь не о каком-то апокалипсисе. Никто не будет ни за кем бегать, пожирать, спасаться, выживать и так далее и тому подобное. Это не Walking Dead. Здесь гораздо все запутаннее и проще одновременно. Характер этого возрождения был у всех разным. Какие-то покойники, например, в морге или при похоронах временно располагались. Допустим, просто встали и упали тут же, как говорится, сделав один шаг. Какие-то покойники обнаруживались уже за пределами здания. А какой-то покойник вообще, откровенно говоря, встал, оделся, ушел и нашли его, черти, где там, по-моему, то ли в бассейне, то ли где-то спустя там сутки или двое. Ну, короче говоря, они восстали, воскрешались, но при этом умирали. Через некоторое время их обязательно, ну, в обязательном порядке их находили. Что происходит, неизвестно. Для решения этого вопроса подключается Скотт Лантьярд и расследование этого дела, соответственно, поручают, ну, можно сказать, главному герою рассказа, Грегори, который должен разобраться в этом вопросе. Именно в его компании мы проведем практически всю историю, которая, ну, в общем-то, это не секрет, можно прочитать в любом отзыве совершенно, и это очень важно упомянуть, истории, которой нет конца. Технически на протяжении всего сюжета мы будем наблюдать, как люди пытаются объяснить, ну, в общем-то, необъяснимое. То есть, нужно дать какой-то ответ, а где его взять, никто не знает. И, ну, скажу лично от себя, сразу вот упомяну, что я не являюсь истиной в последней инстанции, не изображаю, я просто читатель, который делится своими впечатлениями, говорю то, что вижу лично я. Не знаю, как здесь можно сказать правильно или неправильно, особенно в части именно этой истории, расследования, где ответов нет от слова совсем. Это, знаете, можно сказать, как аналогия у Стивена Кинга есть, парень из Колорадо, по-моему, там тоже ничего толком не объясняется. Ну, тем не менее, история многим нравится, и все равно ее читают, зная, что какой-то концовки не будет, хотят свои теории какие-то высказать. И вот, что лично я увидел, не какие-то глубоко философские изречения, не какие-то копания в глубинах человеческой души, психологии и так далее. Мне вообще тяжело воспринимать эти слова, когда нет конкретики. Просто я могу к любой книге подтянуть эти вещи. Книги о людях, книги о человеческих поступках, книги о психологии, книги о философии. Без конкретики это просто, ну, вообще практически ничто. Что лично я увидел? Это, знаете, не просто поиск истины какой-то. Здесь прям ярко видно, как каждый человек, отталкиваясь, естественно, от своей профессии и знаний, пытается именно, знаете, ответ притянуть за уши. Что по своей сути, ну, превращается в какой-то абсурд, в какую-то шизу страшную. Например, для сравнения, например, вот Грегори. Он, естественно, не будет верить, да вообще здесь ни один персонаж не верит в то, что это просто мертвецы взяли и восстали. Просто так случилось. Они вообще не верят в то, что это происходит. Кто-то виноват, кто-то что-то сделал. Это дела живого человека. Вот, например, Грегори полностью уверен, что это делает какой-то человек. Он пытается похитить трупы, но по тем или иным причинам либо не успевает это сделать, либо где-то палится и сбрасывает их. Короче говоря, какой-то просто вор-неудачник. И вот он пытается это объяснить. Но у него нет каких-то зацепок. Кто это может быть? Поэтому у него даже в какой-то момент включается шиза. Вообще, мне кажется, это не совсем здоровый персонаж по ходу истории был. Мне кажется, у него были какие-то отклонения. Наверное, так задумано. Но он начинает подозревать хотя бы тех, кого видит. То есть одного из участвующих лиц. Я не помню, то ли это профессор какой-то был, то ли нет. У него там тоже своя теория была, я сейчас скажу. Вот он его видит и думает, ага, это он, это по-любому он. И начинает под его жизнью, под его действия как-то накручивать какие-то обстоятельства. То есть он реально ему просто придумывал эту вину. Как бы он мог это сделать? Для чего он мог это сделать? Он начинал за ним следить, проникать в его квартиру, шариться в его вещах. И в каждой вещи старался увидеть его вину, как-то доказательство какое-то. Что, естественно, выводило второго человека. Он это прекрасно видел, это не было как-то незаметно тогда. То есть это была вот прям притянутая за уши вещь. Видно, что это работала фантазия героя. И причем опять тот же Грегори, у него включилась еще и та шиза, что, видимо, на уровне подсознания у него была какая-то вера в то, что мертвецы восстают. И он начинал видеть мертвых даже просто в спящих людях. Он там увидел какого-то бродягу, который просто спал. Но он как-то спал так, рот приоткрыт у него был, глаза закатились, я не знаю. Как-то он решил, что это мертвец. Он к нему даже подошел, тут проснулся. Для Грегори это было чуть ли не воскрешением. И вот он даже его преследовал. И только потом понял, что ошибся. Ну, то есть там очень специфическая вещь такая с персонажем происходила. И было видно, что он уже не имея возможности объяснить, не желая сдаваться и, допустим, просто поверить в то, что эти мертвецы оживают, и как-то заняться больше, пойти в этом направлении, изучать каждый случай, как-то пытаться выявить какие-то общие черты и так далее. Может быть, как-то самому попытаться увидеть, как это все происходит. Нет, он просто начинает шизовать и искать, знаете, ключи там, где светло, а не там, где их потерял. Ну, старая тема, но очень хорошо объясняющая данные поступки. То же самое касается и других персонажей. Там человек, скажем так, науки и человек, любящий статистику, например, вообще там до такого бреда доходит просто. Один находит причину и взаимосвязь, ну, они начинают причину-следственную связь искать, и один находит ее в температуре, которая как-то там меняется в соответствии с какой-то динамикой. То есть там шиза такая, что ужас просто. То есть даже притянутая за уши тема, что вот, ага, это все не имеет под собой никакой связи, никакого объяснения, но, блин, есть общее в температуре. И тут же прилетает теория о том, что, ну, тоже вот очень специфическая, есть рак, он убивает человека, но явно, ну, из этого следует, что есть какая-то болезнь, которая, там, допустим, наоборот, не убивала бы человека, а пыталась бы всячески возродить его каким-то образом на небольшой промежуток времени, чтобы он продолжал двигаться, знаете, как он есть, там, Walking Dead или у Андрея Круза именно вирус, причина была апокалипсиса, который не давал телу умереть и всячески поддерживал его жизнь хотя бы на базовом уровне. Ну, здесь, наверное, немножко не та теория, здесь он говорит, что это типа какой-то антирак, например, мог бы быть, звучит уже бредово. И как будто этого мало еще начинает подтягивать тему о том, что территория, на которых возрождались эти трупы, когда-то, наоборот, не была подвержена каким-то раковым заболеваниям, каким-то вирусом, какой-то пандемией, например. И, наверное, в этом причина, что именно здесь они появляются. То есть там свирепствует, извините, болезнь, а здесь свирепствует какой-то вирус, который воскрешает людей. То есть, господи, я когда читал, я думаю, то ли я уже с ума сошел, то ли автор что-то пытается показать. Я, кстати, наверное, проникся историей только под самый конец. До этого я вообще просто хотел бросить, потому что это сущий бред какой-то. И в конце, вот когда уже я понял окончательно, к чему, наверное, опять-таки, я не знаю, к чему стремится автор, добивает начальник полиции, правильно так, главный инспектор Скотланд-Ярда, он как будто бы добивает всю эту тему, начиная рассказывать герою совершенно другие какие-то теории, которые могли быть. Он словно сам уже пришел к выводу, что они несут галимый бред, просто не имея ответа. Они начинают уже сходить с ума, уже такие теории выдвигать ненормальные. И добивает его там какой-то водитель есть, он там ездит в одно и то же время, одной и той же дорогой, и как раз проезжал мимо тех мест, где возрождались эти трупы. И вот он мог бы в теории, то есть, все, я дальше даже растягивать не буду. Вообще можно сесть толпой, человек 10, прочитать эту историю. И я полностью уверен, что, абсолютно уверен, что каждый из 10 читателей выдвинет свою теорию, особенно если попросить какую-нибудь безумную. Но это вот как раз, наверное, речь о том, что мы очень часто через призму своего восприятия стараемся объяснить то, чего объяснить не можем. Естественно, беря за основу какие-то свои вещи, свои идеи какие-то, свои предпочтения. Детектив всех подряд подозревал. Ученый человек, любящий статистику, все-все-все старался подвести под статистику. Он даже не искал причины, ему важно было найти какую-то взаимосвязь статистическую. Они передвигались на такое-то расстояние. То есть, этот труп упал в метре, ага, этот труп упал в трех метрах, а тот труп упал в шести метрах, а этот в шестидесяти метрах. Есть какая-то взаимосвязь. Есть температура какая-то, ага, был еще туман и территория, которая не подвержена болезни. То есть, объяснений нет, но зато мы погрузимся в статистику. Блин, я работал в таком месте, где угадывание чисел выдавалось за статистический анализ. К сожалению, спустя какое-то время я понимаю, что так оно и было. И слава богу, были люди, которые это признавали. Причем не последние люди это радуют. Ну, вот история на самом деле такая, но у нее есть еще одна такая вещь, я о ней скажу уже в самом конце. Просто есть штука, которая эти истории, которые написаны очень даже в разное время, в общем-то объединяет. Ответов здесь сразу говорю не будет. Очень интересная тема. Я даже когда потом почитал отзывы, прям замечательно автор все это отразил, потому что технически его история о том, что мы пытаемся объяснить необъяснимое, и как-то причем выделиться в этом плане, что это вот я прав, она отражается и на отзывах. Там тоже люди находят какие-то глубинные копания там и так далее. Кто на что гораст. Вот я человек простой, я увидел довольно простую тему. Не знаешь, как ответить на вопрос, начинаешь нести какую-то околесицу. Но тоже, если читали, вы скажите, как восприняли. Потому что я вижу прям замечательно, когда история по своей сути, ну давайте откровенно говоря, прям очень нудная. Еще и, я так понимаю, перевод не самый удачный. Я тут всегда как-то плюс-минус стараюсь посмотреть в сторону переводов. Есть люди, которые занимаются этим активно и сравнивают. Я так понимаю, именно в этой книге не самый удачный, я насколько понял. Но я даже подтверждаю, надеюсь, что Лем не писал именно так. Потому что ну прям очень плохо. Но даже, я думаю, хороший перевод от нудятины особо не спасет. Потому что она прям очень такая меланхоличная, велотекущая. Плюс расследование в том, что что удалось точно Лему, это атмосфера. Это просто офигенная атмосфера. Я даже, наверное, на редкость, я очень редко этим пользуюсь. Но я даже врубил музыку в наушниках. Какую-то такую для триллеров, наверное, такую полумистическую, какую-то полузагадочную. Чтобы прям дополнить в полной мере. Иначе бы и совсем все было плохо. Я и так, пока читал этот короткий рассказ, два раза уснуть успел. Но это я не критикую сейчас, поверьте. Просто она очень спокойная. Следующая книга называется «Насморк». И она, в отличие от первой, ну, наверное, чуть динамичнее и больше понятна за счет своей завершенности. И, в принципе, автор не поленился здесь все объяснить. Ну, или даже захотел все объяснить. Потому что в первой все-таки это была не лень, а задумка. Итак, книга уже чуть постарше. Написана она там после 70-х годов. По-моему, 1973-й, но я могу ошибаться. Я тут посмотрел вскоре. Я не думаю, что это имеет большое значение. Значит, место действия Италия. И на одном из курортов начинают кончать жизнь самоубийством люди. Которые, в принципе, по своей сути очень схожи. У них есть общие черты. Все они мужчины, уже где-то под 50 или за 50. Они одиноки. Более или менее состоятельные. У них есть какая-то фобия определенная, довольно жесткая какая-нибудь. И все они имеют, ну, какая-то у них проблема. Астма, аллергия и так далее. То есть там разные какие-то вещи. Ну, в данном случае главный герой наш страдает аллергией. И никто не понимает, что происходит. Люди спокойно себе жили на курорте, отдыхали. Потом постепенно начали наблюдать многие, что начинали сходить с ума. Начинали проявлять агрессию. И в какой-то момент срывались с места. И каждый по-своему заканчивал свою жизнь. Кто-то вышел на дорогу, попал под машину. Кто-то там утонул и так далее. Ну, там разные ситуации были. В совокупности пострадало 11 человек таким образом. И явно это не случайность, потому что место одно и то же. А, и что еще тоже в истории упоминается. И, если честно, меня прям сильно привлекало внимание. Все они принимали какие-то там ванны. Не грязевые, но там сероводородные ванны, по-моему. Или что-то такое. Короче, все они обращались в одну и ту же контору практически. Сходились с ума и кончали с собой. Если проще. Надо это дело как-то объяснять. Было расследование. Проводила его Интерпол. Не нашли причин. Благополучно забили. Но остались еще и люди заинтересованные, которые решили до конца выяснить, что происходит. И каким образом они решили поступить. Они нашли нашего главного героя, который является уже как раз где-то 50 лет. Он космонавт. Причем космонавт, к сожалению, не до конца удавшийся. У него из-за аллергии. В общем-то он не мог нормально никуда летать. И, соответственно, был всегда на заднем плане. Он как некий дублер. И для задумки он просто идеально подходил по всем параметрам. Он был мужчиной, естественно. Ему было там уже, по-моему, за 50. Он был в хорошей физической форме, что тоже важно очень было. У него была фобия. Был недуг. Короче говоря, по всем стандартам подходил. И что решили сделать? Решили отправить его путем одного из умерших. Чтобы он полностью проделал идеально путь, который совершал тот человек. И, может быть, таким образом можно будет увидеть некую какую-то связь. Или найти человека, который что-то делал. Не знаю, может быть, это яд какой-то был. Или какое-то вещество какое-то вкалывали ему, чтобы люди сходили с ума. И самое, что интересно, ну, вот он совершает этот путь. И что самое интересное, то, что я сказал, это, не помню, история. В книжке, по-моему, где-то 150-170 страниц. И это объясняется только в середине где-то. Даже не в середине, но где-то страницы на 50-й. До этого, ну, Лем прямо вот в этих двух произведениях прям отличился. Хотя ему, в принципе, это свойственно и в других произведениях. До этого момента порог вхождения в эту историю, ну, максимально сложный. Потому что вообще ни хрена непонятно. Ты начинаешь читать, знакомишься с каким-то мужиком. Он вроде бы космонавт. Он куда-то едет. У него что-то прикреплено к телу. Он просто говорит, какое-то устройство. А это было устройство, которое считывало параметры сердцебиения, давления и так далее. Там, кстати, недалекое будущее, но недалекое оно для 75-го года, там условно. То есть, это какой-нибудь 2000-й год или 90-й год, скорее всего. К нему что-то прикреплено. Он куда-то едет, куда-то приезжает. Начинает рассуждать о том, что какие-то надзиратели, опекуны он их называет. Какие-то опекуны за ним следуют. Встречает какую-то девушку, она падает в обморок, он ее там куда-то оттаскивает, садится в машину. У него там есть какой-то пистолет, кто-то за ним наблюдает. Я когда читал историю, вот этот вот отрезок, я вспомнил все мемы поголовные. Мне хочется плакать и стучать. И я ничего не понимаю. Действительно, мне хотелось плакать просто. Я ощущал себя полным идиотом. Я вернулся в самое начало истории, думаю, наверное, где-то пропустил какой-то кусок. Но нет, до какого-то определенного момента все это совершенно непонятно, что происходит, кто эти люди, кого там зовут, что за Адамс какой-то, почему герой так отреагировал на него и так далее. И если честно, вот в тот момент, когда пришло объяснение, я чуть не бросил читать уже действительно на 100% прям все. Я не хочу это читать. Это какой-то либо бессмысленный поток сознания, либо переводчик-шизофреник, который вообще переводил что-то не то. Но прибывает в определенную точку герой, встречается, по-моему, с психологом и уже начинает рассказывать ему, как он здесь учатился и что происходило ранее. При этом в самой истории я до конца не понял, на кой черт это было нужно. Наверное, я чего-то просто не понял. Там описывается теракт в аэропорту. Причем какие-то там очень специфические вещи он описывает, какие-то эскалаторы, которые в случае теракта складываются, и люди по этим эскалаторам скатываются в какую-то воронку, где находится какая-то безопасная пена, которая каким-то образом от взрыва, еще от чего-то должна защитить. Там какой-то поток сознания безумный, ультразвуком каждого человека каким-то образом просвечивают и видят даже коронки в зубах на экранах. Ну, там свой полет фантазии у автора. Вот здесь я совершенно не понял, на кой черт это было нужно, потому что это все равно занимает. И так произведение небольшое, и оно занимает какое-то место. Ну, а уже начиная с этого момента, с момента объяснения, в принципе, история развивается уже нормально, спокойно, интересно. Появляется какая-то детективная часть, потому что они пытаются разобраться, что происходит. И что самое смешное, очень похожие истории, потому что здесь тоже персонажи встречаются и начинают выдвигать какие-то теории. Абсолютно некоторые адекватные, некоторые безумные, но они тоже пытаются докопаться до событий и дать ответы, которые взять просто неоткуда. Тоже в какой-то мере притягивая за уши какие-то теории. И да, это схожая вещь. Единственное, что эта история имеет конец, имеет свое объяснение. И что очень важно, все это происходит интересно, более динамично. Быстрее время летит за этой короткой историей. И вот я сказал, что в конце о некой схожести. В большей степени это насморк отражает. Кстати, я так до конца и не понял, почему история так называется. Просто недуг персонажа и некая общность между теми, кто умер, и главным персонажем. О том, что некоторые вещи просто происходят. Короче говоря, на сегодняшний день, имея какие-то объяснения, мы можем выявить какую-то причину, следственную связь. У нас есть какие-то законы природы, физика есть, химия есть. Мы можем уже многое объяснить. На самом деле в мире правит хаос и случайность. Особенно это отражено в насморке, потому что итог там, я прям серьезно говорю, очень специфический. Очень. И эта самая случайность, в общем-то, воспринимается таковой именно нами. То есть вроде бы цепь случайных событий, которые никак нельзя повторить ни при каких обстоятельствах, которые могли произойти в одном случае из миллиарда, могут быть не такими уж и случайными. На самом деле и 11 человек вполне это доказывают в этой именно истории. И также нам объясняют, в принципе, почему-то очень удачно, что эти две истории в одной книжке собрались. Дается некое объяснение и к первой. Там тоже, в принципе, необъяснимая для героев, но вот в будущем, может быть, какие-то ответы на такие вопросы будут даваться. То есть случайные события послужили, в общем-то, основным причинам. Так что миром правит хаос, ничего мы не контролируем, законы они, законы пока мы так считаем, завтра могут какие-то новые открыть. Вот здесь, в принципе, две истории автора как раз-таки об этом, о случайных событиях, которые мы воспринимаем, по крайней мере, так. Ну вот, в общем-то, и все. Я не скажу, что я доволен, потому что это не фантастика. Это только лишь наполовину детектив. Это теория автора. Кстати, у этих двух тоже произведений есть еще одна вещь. Мне кажется, она... Это я так сейчас притянул. Это я сейчас так воспринял. Но прям автор сильно очень переживает за некую гонку вооружений. За создание нового оружия, которое не будет уже выглядеть как автомат, бомба, ядерный взрыв. Все гораздо может быть страшнее. Как раз-таки подчинение себе вот этих вот причинно-следственных связей. Кто-нибудь когда-нибудь объяснит необъяснимое, что могут быть и яды какие-то определенные. И хрен ты что докажешь, короче говоря. После того, как все случится. И даже никто не сможет этого объяснить. Ну и еще одна вещь под конец тоже скажу. Во второй истории мне очень понравилось. Я придерживаюсь этой теории. Ее называют по-разному. Зачастую это влияние одной личности на историю. Как говорят, знаете, если бы, допустим, какой-то... Ну вот Опенгеймер, например, недавно фильм выходил. Опенгеймер бы не создал ядерную боеголовку. Ну, по крайней мере, с его подачи. Никто бы этого не сделал. Нет, это не совсем так. Здесь тоже есть определенные действия, определенные последствия. И если бы этого не сделал Опенгеймер, сделал бы кто-то другой. Просто в этой истории персонаж докопался до истины. Докопался до истины весьма специфическим способом, который не до конца от него зависел. И как ему объясняется в конце, что если бы не ты, то как же у меня это получилось? Вот эту цепочку выстроить совершенно случайно. Ему объясняют. Ну, это один из миллиона. Если бы не ты, то обязательно через, может быть, 10, 20 или 100 лет это сделал бы кто-то другой. Не в тебе суть, да? То есть не все на тебе замыкается. Вот тоже тут здесь такое есть объяснение, есть над чем задуматься. Много историй на самом деле на эту тему. Я тоже придерживаюсь такого мнения, что личность играет, конечно, роль, но не сделал бы Опенгеймер, сделал бы кто-то другой. То же самое касается других изобретателей, исследователей, мореплавателей и так далее. Обязательно сделал бы кто-то другой. Вакуум бы не образовался ни в коем случае. Вот. Теперь точно все. Не скажу, что доволен. Не буду ни в коем случае рекомендовать. Вот ни в коем случае. Только если вот хочется пофилософствовать, задуматься, подумать ни о чем практически. И есть свободное время. Ну сколько? На каждую историю можно по вечеру уделить. Правда я в связи с делами и с тем, что это реально я просто читал вечером и практически врубался. Дочитал с большим трудом, честно скажу. Но постараюсь что-нибудь сейчас поактивнее взять. Я не знаю, даже потрачено это время впустую или нет. Но я для себя ничего в общем-то не приобрел и не открыл. Хотя любителям классики так чисто для общего развития по-моему вполне должно понравиться. Ну как бы просто где-то поддержать разговор можно будет. Все. На этом спасибо за внимание. Как всегда ставьте лайки, комментарии, дизлайки и так далее. Уже просить об этом по-моему абсолютно бессмысленно. Если нравится, подпишитесь. Не нравится, не подпишитесь. До встречи в следующем ролике. С вами был Ярослав. Пока-пока.